Тоже уже соскучилась. Я тоже соскучилась уже. Ну ничего, в лагере хорошо, отдохнёте. За три дня отдыха в Ребячьей Республике дети из Ишима, Ишимского и Казанского районов привыкли к новой обстановке. Да и плотный график не даёт заскучать. Мама спрашивает, всё ли там хорошо, как ты себя чувствуешь. Я говорю, да, мама, всё хорошо. Если честно, мне иногда даже некогда с ними общаться, потому что нужно рисовать плакаты. Здесь Диана впервые побывала на уроке химии и теперь умеет работать в команде. Алина из деревни Кашкарагай научилась плавать и попробовала себя за гончарным кругом. Если у меня будет возможность, то я думаю, что я люблю гончарный круг и буду лепить. Найду людей, которые смогут меня научить этому делу. Дети помладше любят проводить время в ремесленной мастерской. Свои поделки они отвезут домой. Тем временем подростки учатся управлять коптерами. Многие отмечают, в оздоровительном центре им удалось оторваться от телефонов. Появились новые друзья, познакомился с вожатыми. Здесь интересно, есть бассейн, сауна, бани, всякие процедуры. Процедуры – это обязательная часть отдыха, куда дети бегут со всех ног. Как тебе? Очень хорошо. Кто-то впервые увидел бассейн и даже научился плавать. Пока одни плещутся, другие отдыхают на аэрофитотерапии в соляной пещере или на массаже. Дети оставляют себе, оставляют полезные привычки для родителей и для себя. И родители нам говорят, и знакомые есть родители, которые приезжают и говорят, вы знаете, мы уже выучили все ваши песни, все ваши танцы. А мы каждое утро начинаем с полоскания минеральной водой горла. Внеплановые каникулы пойдут ребятам на пользу. Уже 17 мая они вернутся домой. Мария Заводовская, Денис Осколков, Тюменская служба новостей.